Меня зовут Михаил Беляев, я руковожу представительством Один из Питеров. Сегодня у меня тема, которая посвящена работе с продуктом. У нас сегодня три аспекта. Мы смотрим на программу с трех сторон, каким образом мы можем влиять на продажи. И первый аспект, про который мы поговорим сегодня несколькими докладами, это работа с вашим прайсом, с вашим продуктом. Может ли продукт, естественно, может, но каким образом влиять на результаты ваших продаж. Мы сегодня посмотрим, как это работает. Второй блок, про который мы сегодня поговорим, это работа с вашей аудиторией, с базой. И третий момент, на котором мы остановимся, это выстроение системы внутри компании. Я про первый момент, я поговорю про то, какие в вашем прайсе должны быть продукты или услуги, то есть каким образом вы их формируете, исходя из каких мыслей и посылов, для того, чтобы цифра в 2018 году стала больше, чем в 2017, ну и в предыдущих годах. Я сегодня остановлю ваше внимание на пяти акцентах, которые могут помочь вам сформировать правильный товар или правильную услугу и помочь вам, вашим менеджерам, ее продать. В текущем, в следующем году это не совсем критично. Значит, первый момент, про который я хотел бы поговорить, это та ситуация, когда ваша услуга или ваш продукт достаточно дорогой. То есть, когда клиент, покупая вас, совершает не импульсную покупку, например, в интернет-магазине или проходя в офлайн-точке, а каким-то образом сравнивать. Есть определенный цикл ведения клиента, вы коммуницируете с ним, взаимодействуете, клиент взвешивает и принимает какое-то решение. И вот в этот момент очень важно, в особенности, если стоимость сделки достаточно высока, то есть решение для клиента может быть болезненно, серьезное для него, расстаться с деньгами и получить какой-то результат. Тогда очень хочется попробовать и проверить вас, вызвать доверие. Что помогает это сделать? Это помогает сделать такая простая, понятная услуга, которую клиент может купить. Она непосредственно связана с вами, с вашей деятельностью, с тем, что вы хотите продать как основной продукт. Но попробовать это должно быть достаточно просто. Я покажу пару примеров из жизни, с которой мы все сталкивались, для того, чтобы наглядно показать, как это работает. Первый пример – это, например, те, кто работают с консалтингом, с созданием продуктов, с созданием, например, сайтов и любых консалтинговых услуг. Это аудит, экспресс-аудит или экспресс-диагностика. Это работает в том числе в автосервисе, если вы хотите попробовать, как работает, например, какая-нибудь станция технического обслуживания. Вам предлагают пройти быстрый аудит вашей машины, вашей системы продаж, вашей финансовой системы, которая построена внутри. И самое главное, что у этой услуги понятный конечный результат. Стоит она немного, она позволяет выстроить коммуникацию между вами и клиенту. Клиенту она позволяет принять быстрое решение, потому что стоимость не очень велика. Он понимает, как он будет с вами взаимодействовать, грубо говоря, адекватного или неадекватной. Ну и это такой старт, точка для того, чтобы зайти в клиента, для того, чтобы потом разрабатывать его, ну и совершить следующую продажу ключевой услуги или продукта, который у вас есть. Еще один пример – это пробная партия. Даже когда стоимость сделки, стоимость контракта измеряется миллионами, иногда не в российской валюте, то практикуется при поставках, например, оборудования, отдавать пробные партии. Очень часто на пробные партии люди не выходят даже в плюс, когда они отдают, например, какое-то оборудование под заказчика, его нужно адаптировать определенным образом. Но задача как раз вот этой услуги или продукта первичного пробной партии в том, чтобы посмотреть, насколько вы подходите клиенту. Принцип работы тот же самый. Ну и третий момент – это первая покупка. Я думаю, что вы знаете, можно посмотреть, например, на бритвенное лезвие, когда вы покупаете сатамок с бритвой, это чуть не дешевле, чем купить отдельно лезвие. Например, да, или первый пробный месяц услуги у интернет-провайдеров, или там несколько месяцев вам отдают за очень невысокую стоимость. То есть искусственно снижая порог входа, мы позволяем начать работать. Ну и, соответственно, дальше уже продать клиенту существенно проще, если вы выстроите с ним правильную коммуникацию, ну и если продукты и услуги действительно подходят клиенту. Это первый момент. Двигаемся немножко дальше. По такой модели очень часто работают сервисы в формате freemium. Что такое freemium? Это когда ты начинаешь бесплатно и впоследствии можешь заплатить деньги. Я сейчас покажу несколько примеров, чтобы было наглядно, понятно, про что мы говорим. Первый пример — это игры Angry Birds, когда можно играть в них бесплатно, но какие-то уровни доступны вам за дополнительную плату. Вообще в игровой индустрии таких примеров достаточно много. Сервисы, которые позволяют вам, например, отправлять письма. Я один логотип для примера настроил, но на самом деле сервисы практически все работают по этой модели. Когда у вас есть какой-то бесплатный лимит, бесплатное количество писем, звонков, сообщений или других возможностей пообщаться, например, с вашими клиентами, как только вы этот лимит превышаете, вы становитесь платным подписчиком, завязанно переходите в категорию платных пользователей. Еще пара примеров очень знакомых вас. Я думаю, что много здесь в аудитории есть людей, которые пользуются в бесплатном варианте, а есть кто-то, кто либо в Evernote, либо в Truebox платит деньги для того, чтобы премиум камп пользоваться? Немножко. Да, спасибо большое за обратную связь. Есть. Но понятно, что процент не очень большой. Продукты массовые и достаточно большая аудитория пользуются продуктами на бесплатной основе. Но тем не менее, внутри сервисов выстроена такая конверсия, которая работает на то, чтобы пользователь получал все больше и больше преимущества платного аккаунта, ну и, соответственно, оставался, становился, оставался бесплатным, становился платным. По такой же модели, в принципе, построен Bitrix24. На бесплатном тарифном плане огромное количество возможностей, но не все действия можно совершить на бесплатном тарифном плане, то есть некоторые действия доступны в платных тарифах. Модель такая же. Я думаю, что примерно понятна. Если ваш продукт или услуга близок к сервису, посмотрите, это очень интересная модель, но прошу обратить внимание на экономику. Все-таки большое количество бесплатных пользователей. нужно четко рассчитать, насколько вы готовы поддерживать и предоставлять качественный уровень сервиса. Еще один момент, второй акцент, на который хотелось бы обратить внимание ваше, это подписная модель. Вообще подписная модель набирает обороты, и это работает с программными продуктами, с софтом, например, раньше продавались программы, которые вы установили у себя на компьютере или на сервере внутри компании. Сейчас появляется достаточно большое количество сервисов, которые работают на подписной модели. То есть вы каждый месяц, например, или каждый год платите за них. Мы очень привыкли к абонентским сервисам, например, в сотовых операторах или в провайдерах интернет, любой телефонии. Нам это достаточно понятно и просто. Кто еще работает на базе подписки? Опять же, мы уже привыкли, но еще не так давно. Рынок покупки, например, музыки был совершенно другой. Вот сервис, который на белом фоне Apple Music, начал приучать нас к тому, что мы каждый месяц платим за доступ к аудио и не покупаем больше альбомов. То же самое касается Google, Яндекс.Музыки и других сервисов. То есть мы уже привыкли и работаем на подписной модели. Это достаточно выгодная модель для самих вендоров, для тех, кто предоставляет такую модель. Поэтому, опять же, если есть такая возможность, посмотрите в эту сторону. Это касается не только софта, не только какого-то контента. Это в последнее время может касаться, например, еды. Есть, опять же, один логотик на слайде, но несколько сервисов еды, которые по подписной модели в месяц вы платите определенную сумму, и они привозят вам еду, из которой вы готовите определенный набор с рецептами. То есть это работает в очень многих отраслях. Последний пример, который показывает, куда проникает подписная модель, недавно Volvo анонсировал, что вы можете по подписной модели взять себе автомашину. И это даже не полная проекция лизинга, когда вы каждый месяц платите и катаетесь на автомобиле. Они включают в этот пакет дополнительные опции, дополнительные услуги. Точно так же в эту же сторону смотрит Porsche. В России он пока не представлен, но тем не менее. Даже крупный автопроизводитель, то есть серьезное оборудование, автомобиль, может быть предоставлено по подписной модели. Тренд в эту сторону большой, и опять же, если вы задумаетесь сейчас над тем, каким образом можно перейти на подписную модель, это может оказаться очень выгодным действием для экономики самой модели, самой компании. Третий момент. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашем бизнесе сезонные колебания спроса? У кого есть? Нас достаточно много. Тут нужно разделять немножечко. Есть ощущение сезонности, когда менеджеры говорят, друзья, это не сезон, значит, нам тут не продать. Не стал рисовать сегодня на слайде такую вот пилу, когда, если у вас есть продажи, вы смотрите аналитику в формате пилы, то есть пик, спад, пик, спад, пик, спад, посмотрите на цикл сделки. Если цикл сделки у вас равняется вот такой пиле, это значит, что менеджеры работают в самой нижней части воронки. То есть они не работают с холодными контактами, им выгоднее поработать с горячими контактами, дожать их до сделки и получить бонусы свои, чем работать на самом верху воронки со сложными клиентами, у которых цикл еще достаточно длинный, например, 3 месяца. И когда клиенты теплые и горячие заканчиваются, они вынуждены идти обратно в начало цикла, и вот 3 месяца у вас спад продаж. Поэтому здесь нужно разделять. Говоря про сезонность, ну, сезонность, наверное, один из самых классических примеров, где есть сезонность, это турбизнес. То есть туристы говорят, у нас совершенно четко есть туристические сезоны, вот они, пики, праздники, летние отпуска, детские каникулы, и мы по ним совершенно точно ориентируемся. Но турбизнес научился работать с этой сезонностью. Каким образом? Они выводят другие услуги. То есть если они занимаются туристическим бизнесом, который направлен на пляжный отдых, например, они добавляют в свою линейку продуктов туры в Париж. Увидеть и умереть, ну, увидеть, посмотреть на Лувр, то, о чем вы давно мечтали, можно в любой сезон, пожалуйста, можно заместить. Мы можем в формат своей линейки вставлять другие по географии совершенно зоны. То есть можем посмотреть на кэндинг, увидеть новый тренд, который летом может хорошо себя показать, поставили его и поддержали каким-то образом сезонный сброс. То же самое касается внешних влияния, внешнеэкономических факторов. Например, пошел тренд по импортозамещениям, кого-то не пускают за границу в отпуск, или отпуск стал в два раза дороже из-за курсов валют. Мы говорим, друзья, посмотрите на российские достопримечательности. Они потрясающие. Кто из вас был, например, в Кижах? И оказывается, что большая часть клиентов туристической компании в Кижах-то и не была. А посмотреть интересно, да, в России можно организовать отличные туры, и вот это направление начинает развиваться. То есть таким образом мы смотрим на различные сезоны и заранее планируем. Когда у нас, например, спад продажа ощущается, планируется, мы выводим определенные в туристическом бизнесе туры, в обычном нашем бизнесе определенные услуги, которые есть рядом с нашим основным бизнесом, для того, чтобы дать менеджерам возможность продавать в тот самый момент, а не объяснять все сезонным спросом, даже если это действительно правда. Четвертый пункт, про который мы сегодня поговорим, это кросс-сейл. Я надеюсь, что у каждого из вас к основному продукту или к основной услуге есть что-то дополнительное, то, что клиент покупает еще. Примером здесь огромное количество, что может быть рядом совершенно. Классический пример, когда мы продаем, например, технику, мы сервисное обслуживание продаем дополнительно, и очень часто это два разных отдела. Мы сейчас про два разных отдела поговорим. Поскольку я очень надеюсь, что у вас есть такая классическая услуга, которая стоит в стороне, которая рядом с вашим основным продуктом, который вы можете допродавать, то, глядя на этот прайс, сформулировать нужно три принципа. Первый принцип – нужно найти такую услугу. Мы его пропускаем, детально не говорим. Опять же, я повторюсь, надеюсь, что у вас этот вопрос решен, у вас есть такая услуга. Если нет, то, пожалуйста, посмотрите. Это отлично работает, один из первых, наверное, моментов, самых простых, которые можно сделать. Второй момент – вам нужно эту услугу или этот продукт включить в бизнес-процесс. Что это означает? Это означает, что не только вы, как собственник или как руководитель отдела продаж, руководитель бизнеса должны понимать, что есть такая услуга, которую можно бы предложить. И раз в неделю спрашиваете в отделе продаж, друзья, вы предлагаете? И вам говорят, конечно, предлагаем. Соответственно, вам нужно включить этот бизнес-процесс так, чтобы каждый сотрудник, который коммуницирует с клиентом и совершает продажу, знал, во-первых, что есть такая возможность. А во-вторых, совершал это действие. Ну и третий момент, который у нас есть – это автоматизировать. Вот на этом я хотел бы остановиться, что такое автоматизировать. Когда мы говорим, например, про продажу оборудования и продажу сервисного обслуживания, часто это два разных отдела или как минимум два разных сотрудника. Мотивация у продажников в основном денежная. С Вадим я совершенно согласен. Поэтому мы говорим, что я закрываю первую сделку по продаже оборудования. Зачем мне передавать моего клиента другому менеджеру, который будет продавать сервисное обслуживание или что-то дополнительное? Тут важен мотив. Мотив у продажника какой может быть? Вы можете добавить ему какую-то мотивацию финансовую за передачу этого клиента в дальнейшем. Тогда вы будете делиться своей маржой, но зато будете уверены, что клиенты действительно передадут и следующая продажа, вторая продажа, то есть кросс-сейл, будет завершаться. Но есть более простой алгоритм, когда вы настраиваете систему таким образом, что после завершения, например, первой сделки, это достаточно просто делается, потому что в большинстве CRM-систем, Bittrex24 условно это может быть робот, который по завершении первой сделки автоматически передает клиента соседнему менеджеру. Мотивация никакая не должна здесь быть. Вы автоматически уверены в том, что передастся клиенту, и следующая продажа с большой долей вероятности будет совершена. Ну и не пропускайте клиентов автоматикой, все-таки это не человеческая погрешность, не человеческий фактор. Последний момент, на который мне хотелось бы заострить ваше внимание, это апсейл. Вообще говорят, давайте попробуем в угадайку поиграть. Наверняка многие из вас, если уж не были в Макдональдсе, то слышали про него. Сколько стоит вопрос? Пирожок на десерт возьмете? В год, например. Какие-нибудь варианты? Миллион чего? Миллион пирожков в год. Миллион долларов США. Ну, давайте я не буду гадать, я слышал цифру и, к сожалению, не нашел подтверждения на слайд, я не уважаю, но думаю, что порядок примерно такой. Для франчайзовой сети Макдональдса вопрос, пирожок на десерт возьмете, стоит примерно 270 миллионов долларов в год. Сеть большая по миру, поэтому цифры очень глушительные. Если вы посмотрите на рестораны быстрого питания, то там очень жестко у всех сотрудников вшит внутрь разговора скрипт, если мы можем так говорить, или в инструкцию по тому, как они общаются. Вот это вот действие с вопросом дополнительного, с апсейлом. Эля апсейла может быть не обязательно пирожком, но если у вас есть такой пирожок, то он может сильно поднять вам чек. Давайте я тоже пару примеров покажу вам, как это может фактически быть внутри разных бизнесов. Например, если вы занимаетесь продажей сувенирной продукции, или вы продаете книги, или что-то, что может быть подарком на день рождения, вы совершенно спокойно можете добавить подарочную упаковку. Ну, это вот первое, что приходит в голову. И вы автоматически при каждой покупке спрашиваете, не нужна ли вам подарочная упаковка, завернуть что-нибудь. Себестоимость этой услуги не очень высока, маржинальность достаточно хорошая. Следующий пример, с которым мы тоже постоянно сталкиваемся, это пакеты в супермаркетах. Мало кто сейчас еще приходит со своими сумками. Мы говорим про экологичность, но тем не менее я на кассах вижу очень редкие случаи, когда люди со своими пакетами, со своими сумками приходят. Очень неплохо зарабатывают супермаркеты, продавая несколько пакетов к каждой покупке. Это такой очень серьезный довесок. Здесь на чем играет супермаркет? На то, что вам все равно нужно куда-то положить эти вещи. И они вам предлагают такое решение. Если бы они не предложили вам решение в качестве пакета постоянно, то мы бы с вами привыкли носить сумки. И решили бы эту задачу. Посмотрите на свой бизнес, может быть, что-то необходимо в процессе покупки вашим клиентам, что вы можете им дать, чем вы можете помочь клиентам, продав за небольшую, например, стоимость, но зато массовая. Третий пример – это автомойки. Когда вы приезжаете на автомойку, ну, петербургская чистая история, мы говорим, нужно ли кузов обезжирить. Если вы были на автомойках, классическое повышение чека. Нужно ли обезжирить кузов? Посмотрите, какая соль на улице. Ну, нужно что-нибудь с этим сделать. Там вопрос «правда-неправда» мы пока оставим, но мы помогаем клиенту, да, говорим, что если не обезжирить, например, мы можем поцарапать ваш автомобиль, когда тряпкой будем тереть, не все, ототрется. Поэтому, пожалуйста, или воск, который вы на слайде нарисованы. Давайте мы вам воском машину обработаем, грязь не так будет лифнуть. И это такая стратегия вид-вин, опять же, маржинальность услуги достаточно высокая, и человек, который машину воском побрызгал, визуально чувствует эффект. Ты едешь, и теперь стекла по-другому реагируют на дождь или на грязь. Последний пример на этом слайде, на самом деле мы не останавливаемся, здесь примеров огромное количество, это наборы. Когда мы продаем не только один продукт, а продаем его каким-то комплектом, каким-то набором, формируем его. Набор может выбрать сам клиент, мы говорим ему, допустим, друг, если ты покупаешь у нас автомобиль, мы можем подарить тебе или включить в этот комплекс еще что-нибудь. Сервисное обслуживание, некоторое количество техники, которые ты можешь повесить на свою машину, может быть страховку в плане эвакуатора, если вдруг что-нибудь такое случится. И со стороны маркетинга мы таким пакетом конкурируем с похожими продуктами, нам каким-то образом ценность нашего продукта нужно увеличивать, если он у всех одинаковый, у вашего конкурента то же самое. Поэтому такой набор работает и на то, чтобы вы конкурировали по продуктам, в понятных продуктовых условиях, когда сравнивать достаточно сложно, они одинаковые, и на то, чтобы повысить средний чек. Вы делаете набор, продаете его дороже, потому что ценность для клиента уже выше, вы продаете мне один набор. Результирующий слайд. Мне бы очень хотелось, я обратил внимание на 5 пунктов, каким образом вы можете формировать прайс, на что они нацелены, что характерно для вашего бизнеса, что может ему помочь. Посмотрите на прайс-лист. Как раз сейчас в декабре вы, скорее всего, планируете 2018 год. У нас лейтмотив, такой через всю конференцию проходит, что действительно сейчас есть такая возможность поднять голову над рутиной, посмотреть на свои процессы для того, чтобы в следующем году быть намного лучше. Вы анализируете процессы, посмотрите на прайс-лист, есть ощущение, что он недорабатывает в текущий момент. Скорее всего, у вас есть какой-то пункт, который можно улучшить, и сделать это достаточно просто. Тут никакой фантастики из того, что я рассказал, в принципе, делать не нужно. Спасибо, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.